С Вики Ви Си, друзья, всем привет! Сегодня в этом видеоролике я вам покажу, как выглядит центр спорта и рекреации в городе Алитусе с населением 50 тысяч человек. Снаружи спортивный центр выглядит вот таким образом. Если вы хоть раз были в Алитусе, то вы, скорее всего, его точно видели. Он находится недалеко от магазина Рими и недалеко от автовокзала. Мы здесь тоже, кстати, уже миллион раз проезжали мимо и видели его снаружи, но мы никогда не видели его внутри. Сегодня же мы покажем вам, как выглядит спортивный центр внутри и мы специально подобрали такой день, когда в этом спортивном центре проходит санитарный день. Специально подобрали такое время, чтобы там не было много народу и чтобы не нужно было спрашивать разрешение на съемку у каждого посетителя. Еще давайте разверну вам камеру, покажу, какое здесь огромное место, где можно припарковать машину. То есть вот здесь вот есть такая большая парковка и сейчас мы вам пойдем и покажем, как выглядит спортивный центр внутри. Также рядом со спортивным центром есть вот такая вот огромная парковка, где можно припарковать машину. Также рядом здесь есть велосипедная пешеходная дорожка, по которой вы можете добраться до самого центра города. И также от центра города вы можете добраться сюда, в спортивный центр, даже на велосипеде. А это помещение регистратуры, где можно купить билеты в бассейн. И когда ты покупаешь билет, то вот этот вот парапет открывается и можно пройти в бассейн. И как бы отсчитывается время твоего визита. Сейчас, друзья, на экране вы видите бассейн. Бассейн соответствует всем республиканским стандартам и здесь можно даже проводить олимпиаду. Глубина этого бассейна 2,50 и также сверху, вон там вы видите, есть трибуны, на которых могут сидеть родители или зрители и смотреть, как люди плавают. Также здесь есть такой проект, проект плавательной федерации и эта плавательная федерация, она финансирует этот проект, чтобы любые дети, например, если вы хотите ребенка научить плавать, то вы можете отправить его сюда и совершенно бесплатно его будет тренер учить плавать. Ну и еще с другого ракурса вам покажу бассейн, потому что очень он большой и я реально впечатлен, как он выглядит. Также есть специальные вот эти трамплинчики, с которых можно прыгать в воду и плыть. А сейчас на экране, друзья, вы также видите робота, вон он под водой плавает и он моет дно бассейна. Также здесь много еще всяких приспособлений для занятия водными видами спорта и много всяких кругов безопасности и также есть вот такие вот еще спортивные стенки, где можно позаниматься. Это сейчас на экране вы видите мужскую раздевалку, выглядит она вот таким образом, здесь есть шкафчики и на шкафчиках есть такие специальные часовые электронные замки и они открываются на определенное время, ты туда ложишь свои вещи, идешь плавать в бассейн и потом, когда возвращаешься, если ты уложился во время, то они потом, эти ящички открываются. Если не уложился во время, то идешь на кассу и доплачиваешь еще какие-то деньги за посещение. Также здесь в мужской раздевалке есть фены и все необходимое, чтобы привести себя в порядок, высушиться, одеться и идти. Также здесь есть вот такие автоматические душевые кабинки, их здесь очень много и есть также еще специализированная душевая кабинка для людей с ограниченными способностями. Сейчас на экране также вы видите сауну, но к сожалению свет внутри включить и показать вам я ее не могу, но сауна там абсолютно новенькая и свет там включается только тогда, когда включается парилка, поэтому мы не можем его включить и показываем ее вот так. И сейчас на экране вы видите еще одну сауну, это уже сауна немножко поменьше и вот так вот она выглядит. И еще также помимо сауны здесь еще есть вот такое помещение, здесь уже как баня, то есть тут с паром. Также еще помимо двух этих саун и бани здесь еще есть вот такой коридор, в коридоре там есть тоже лавочки, на которых можно посидеть, если тебе слишком жарко. И также когда выходишь из сауны, то прямо вот здесь рядом удобно сделано, что здесь сразу находится душ, то есть холодным душем можно сполоснуться и выходить. А здесь такое небольшое помещение с неглубоким бассейном, здесь глубина идет всего лишь вот в этой низкой зоне метр, а вон в той глубокой зоне метр шестьдесят. Здесь такой как бы спа. А здесь еще один такой небольшой бассейн, но этот бассейн уже с гидромассажем, то есть там идут пузырьки воздуха и там можно лежать просто расслабляться. Еще, друзья, сейчас на экране вы видите тоже душевые кабинки и также здесь есть еще одно помещение бани. Здесь у нас как раз из окна светит свет, поэтому я могу вам даже внутри показать, как она оформлена. Ну вообще здесь все абсолютно новое и выглядит очень красиво и чисто. Также вот такие светлые коридоры здесь есть и в коридорах есть доски почета, где все спортсмены размещены и также тренеры. Также здесь есть вот такой огромный зал для баскетбола, помимо баскетбола здесь еще проводятся игры по мини-футболу и также еще по гандболу. Сейчас зал разделен на две части, чтобы здесь одновременно могли тренироваться две команды, поэтому сейчас я вам показываю одну часть и мы сейчас перейдем и я вам покажу еще вторую. Вот сейчас я нахожусь ровно посередине зала и я вам показываю вот одну половину и также вот вторую половину. То есть вообще эту перегородку ставят только когда здесь тренируются какие-то команды, а когда проходит какой-то чемпионат, то соответственно эту перегородку убирают и здесь получается вот такой один огромный зал. И также хочу отметить, что этот зал выполнен по всем нормам, то есть здесь могут проходить даже международные чемпионаты. Зал очень классный, очень большой, также здесь все такое новое и я вижу, что установлены даже колонки, установлено табло для счета, в общем все сделано по стандартам. Также здесь очень-очень много трибун для зрителей, посмотрите сколько их здесь и что еще хочу обратить внимание, что здесь есть еще даже дополнительные трибуны. Вот сейчас я вам их покажу, вот они здесь находятся и они управляются с пульта, то есть когда на пульте нажимаешь кнопочку, то вот эти все трибуны с этими дополнительными сидушками, они выезжают вот сюда и получается еще 4 ряда для зрителей. Также еще очень интересную нам информацию сказали, что здесь всего 4500 мест для зрителей, то есть представляете 4500 человек одновременно могут сидеть вот на этих трибунах. Также еще в этом спортивном зале проводятся разные мероприятия, проводятся например выставки собак, также проводятся спортивные танцы и также проводятся еще тренировки и соревнования под зюдо. Здесь также очень хорошая акустика и иногда здесь даже проводятся концерты. Сейчас на экране вы видите зал для легкой атлетики, здесь есть вот такое беговое полотно, на котором можно бегать и также есть немного железа, чтобы можно было позаниматься с железом. Также хочу отметить, что в этом зале для легкой атлетики спортсмены в основном занимаются только зимой, либо тогда, когда очень плохая погода, потому что в хорошую погоду в городе Валитусе есть отличный стадион, который находится в центре города, возле маленького Дайлидес озера и спортсмены летом занимаются в основном там. Так как у меня дома тоже есть гири, я сейчас сдалека прям обратил внимание, что здесь стоит вот такая вот огромная гиря, она с виду выглядит как будто она 50 или 60 килограмм, но на самом деле, когда я подошел и прочитал сколько она килограмм, оказалось, что она 24 килограмма, просто она идет пластиковая и поэтому она такая большая. Также здесь возле зала с легкой атлетикой есть еще вот такой маленький зал, это идет такая уже простая тренажерка, но здесь тренажеры все такие обычные и много-много железа. И еще один вот такой есть зал, это зал для тяжелой атлетики, здесь очень-очень много железа, очень много разных гантелей, весов и так далее. Единственное, что этот зал, конечно, еще не обновлен, но планируется в скором будущем его полностью обновить. И также здесь есть еще танцевальный зал, выглядит он вот таким образом. Этот зал вообще мне нравится, потому что здесь очень-очень светло, здесь вот такие большие окна и также здесь есть еще вот такая стоечка администратора и место, где можно посидеть. Также здесь есть очень-очень много наград. Танцевальный зал здесь вообще очень красивый и помимо танцев иногда сюда заносят стулья и столики и здесь проводят даже иногда конференции. И еще одно интересное помещение, это зал кинезиотерапии. Здесь, получается, восстанавливаются спортсмены вместе со специальным человеком, с кинезиотерапевтом. Они восстанавливаются, если получили какие-то растяжения или травмы, то здесь вот делают им массаж, и также здесь всякие легкие упражнения делаются. В этом помещении восстанавливаются только те спортсмены, которые ходят именно в этот спортивный центр. Друзья, вот это помещение вообще меня удивило. То есть сейчас мы находимся в тире, то есть здесь даже есть свой собственный тир у них. И здесь есть очень много вот мест для стрельбы. Здесь стреляют из пневматики. Давайте я вам еще разверну, потому что вон там еще есть тоже еще куча мест для стрельбы. И здесь стреляют из пневматики. Но самое, что меня удивило, что здесь даже учат стрелять детишек. То есть с 7 и 8 лет здесь приходят дети, за них платится символическая сумма, там в районе 5 евро в месяц. И они могут приходить сюда, их учат стрелять из пневматики. Также есть специальная программа в Литве, что дети 5 класса, то есть те дети, которые учатся в Алитусе и учатся в 5 классе, для них есть специальная программа, и они здесь занимаются стрельбой вообще бесплатно. Сначала, кстати, я не совсем понял, зачем нужны вот эти вот ниточки, которые туда идут. Оказывается, это специальный такой аппарат. То есть вот сюда вы ставите бумажную мишень, здесь нажимаете кнопку, и мишень сама едет вон туда. И когда она доезжает до конца, тогда можно брать уже пистолет или винтовку и стрелять по мишени. На этом наше видео подходит к концу, и в конце этого видеоролика я хочу немножко подытожить. Вообще, я очень рад, что в Литве, даже в небольших городах, есть вот такие спортивные центры, где люди и молодежь может заниматься спортом, либо вообще бесплатно, либо за какую-то символическую сумму. В Литве, даже если вы живете в небольшом городе, то здесь много подобных мест, где вы можете провести свой досуг, заняться спортом, либо оздоровиться. В Литве не обязательно жить в столице, чтобы твоя жизнь была насыщенной и разнообразной. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом спортивном центре. А на этом у меня все. Висягаройки!